МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале ТВ 21+. Выпуск новостей. В студии Ольга Володина. Андрей Чибис вернулся из рабочей поездки в Москву, где обсудил вопросы реализации инвестиционных и образовательных проектов Мурманской области с вице-премьером Дмитрием Чернышенко. В столице губернатор Мурманской области и вице-премьер обсудили возможность участия арктических вузов в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» и конкурсном отборе на строительство университетских кампусов мирового уровня. Кроме того, Дмитрий Чернышенко высоко оценил проект «Новый Мурманск» и отметил его привлекательность для туристов. В вопросах его реализации уже проведена большая работа с Федеральным министерством развития Дальнего Востока и Арктики. Вскоре к проекту подключится и корпорация «Туризм РФ». К слову, «Туризм РФ» уже подписала соглашение о совместном развитии туристической инфраструктуры с губернаторами шести регионов России, в число которых вошла и Мурманская область. Сотрудничество будет проходить в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и, по словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, позволит регионам увеличить туристический поток в 2-3 раза. Федеральное правительство, в свою очередь, продолжит поддерживать туристическую сферу и субсидировать льготное кредитование. Уже сейчас действует нулевая ставка НДС для владельцев отелей и для инвесторов, которые строят или предоставляют в аренду туристические объекты. Кроме того, в ближайшее время стартует программа детского туристического кэшбэка. Несмотря на непростые экономические условия, продолжится в Мурманской области и реализация проекта по модернизации школьных пространств Arctic Schools. Деньги выделят в виде субсидий из областного бюджета. Постановление о старте конкурса грантов подписал губернатор Андрей Чибис. К слову, в этом году проект не только продолжится, но и расширится. Количество грантов решено увеличить до 69, а финансирование – до 200 миллионов рублей. Перечню пространств, которые можно модернизировать за счет субсидий, помимо столовых, спортзалов и учебных классов, в этом году добавят теплицы. Кроме того, 100 миллионов рублей выделят на реконструкцию детских садов, обустройство игровых и прогулочных зон, спортивных и музыкальных залов и групп. Проект Arctic Schools реализуется в регионе уже второй год. За это время 56 школ области приобрели современный вид. Главное условие проекта – дети сами решают, что нужно обновить и каким будет дизайн. Вода в подвале, трещины в стенах, забитый мусоропровод. Полчища крыс и тараканов. Вот далеко не полный список проблем, с которыми каждый день сталкиваются жильцы бывшего общежития на улице Зои Космодемьянской. Решить проблему люди не могут уже больше 10 лет. Не помогают ни жалобы, ни выигранные дела в судах. Ведь отвечать за коммунальный беспредел некому. Управляющие компании, обслуживающие дом, меняются почти каждый год. В подробностях многолетнего конфликта разбиралась Александра Клепцова. Люди, которые живут здесь, давно еще помнят, как эти двери были открыты. Когда-то это был главный вход общежития Рыбного порта. Даже таблички еще сохранились. Но с тех пор, очевидно, прошло много времени. И, кажется, нога дворника здесь больше не ступала. Но щиты руки постоянно выбрасывают мусор. С первого взгляда дом номер один на Зои Космодемьянской похож на заброшенный. Такое впечатление создают огромные сугробы. Вокруг несколько заколоченных окон на первом этаже и растрескавшийся фасад. Ну, посмотрите, вот она идет, трещина. Вот она, на блок она как бы вот выходит. Видите? Эта же трещина продолжается на третьем этаже в комнате Михаила. Он инженер, поэтому прекрасно понимает, откуда она взялась и чем грозит дому. Подвальное помещение полностью в воде, где-то на 30-40 сантиметров. В канализационных стоках. Канализация работает под здание. Здание стоит кирпичное на фундаментных блоках. То есть происходит подмывание грунта, а в увлажнении грунта здание осаживается. То есть появляются трещины. Дверь в подвал открыта Настя. Что туда свободно может зайти любой желающий. Но мы поспешили выйти, ведь дышать там невозможно. А на то, что под ногами смотреть не хочется. Местные, привыкшие к гнилосному запаху, раз в пару недель все же заглядывают, проверяют распределительный щиток. Волнуются, что когда-нибудь его замкнет из-за влажности. С каждой стены здесь льет копиль или целый водопад. Внешние проблемы дома. Грязь, обваливающиеся балконы и выбитые стекла может заметить любой случайный прохожий. Но жильцы бывшего общежития говорят, что внутри обстановка еще хуже. Письма и квитанции здесь лежат всегда. Это стойка вместо почтового ящика для всех 32 квартир. В остальном помещение уже давно не используется. Как раз с тех пор, как здесь произошел пожар. А вон, кстати, та самая дверь, через которую сюда когда-то входили люди. Теперь вместо консьержа здесь гуляют сквозняки и бегают тараканы и крысы. Они появились три недели назад, когда засорился мусоропровод. Он выходит прямо на кухне, и жильцы пытались пробить его самостоятельно. Но не получилось. Труба забита с третьего этажа по девятый по одному стояку. И с первого по последний по другому. Стояки, кстати, тоже дышат наладом. Протекают и холодную воду пропускают только тонкой струей. На девятом этаже воды вообще нет. У меня даже был случай. Пришла с работы, намылилась. И час простояла, пока пошла вода. Уже плакала соседку. Говорила, сходи снега принеси, топить снег будем. Платить за содержание здания даже в таком состоянии приходится немало. За одну комнату – 7 тысяч рублей. Все дополнительные услуги за дополнительные деньги. Стояки сказали, меняйте за свой счет. Это за что я тогда деньги плачу. Каждый месяц по 900 рублей, грубо говоря. Люди руки не опускают, готовы биться за свой дом. Но с кем – непонятно. Управляющие компании сменяют одна другую. Собраны вот за все эти годы, что вот я начала, как говорится, воевать с управляющей компанией. Начала я воевать с этой компанией Мурман Артик Сервис. А до этого была Фула, Солнечный берег, Гарант, по-моему, был у нас. Были и проверки, и комиссии, и даже выигранные суды. Правда, это ни к чему не привело. УКА объявляла банкротство, на ее место приходило новое, и так по кругу. Сейчас жильцы и новые формы управления готовят иск к действующей заполярной цитадели. Официального сайта у нее нет. На звонки никто не отвечает. В списке работников указан один человек – учредитель Иван Евгеньевич Лавров. По адресам – почтовому и юридическому – тишина. Чтобы побудить компанию выполнять обязанности, мы обратились в Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области. Там нам рассказали, что за последние месяцы получили восемь обращений от жителей Зойко-Смодемьянской один. Помимо этого, из Роспотребнадзора и других ведомств. Мы дважды выходили за последнее время на проверки в этот дом. И в обоих случаях жалобы граждан нашли свое подтверждение. По результатам были выданы предписания. Сроки этих предписаний уже стекли. Сейчас министерство собирает документы в прокуратуру области для согласования выездной проверки. В случае, если сотрудники подтвердят нарушение, ЦТД ждет штраф в 250 тысяч рублей. Для нее эта сумма большая. Однако даже после такого ситуация может остаться прежней. Специалисты государственного жилищного контроля уверены, если управляющая компания показывает себя плохо из месяца в месяц, жильцам дома стоит перенаправить усилия с жалоб на общее собрание и переход к другой УК или создание ТСЖ. Александра Клепцова, Александр Грачев, Илья Бояркин, ТВ 21+. Как помочь найти свое место в обществе людям, освободившимся из мест лишения свободы? Этим вопросом уже не первый год задаются в общественной организации «Улица», которая тесно взаимодействует со службой исполнения наказаний. Договоренность о сотрудничестве решили закрепить на бумаге. Что это дает и как на самом деле это помогает людям, узнали Енина Морозова и Павел Третьяков. Общественная организация «Улицы» и Федеральная служба исполнения наказаний по Мурманской области сотрудничает с 2018 года. За это время удалось помочь сотням людей, освободившимся из мест лишения свободы и столкнувшимся с отторжением общества. Не секрет, что после отбывания наказания жизнь человека зачастую превращается в череду вызовов. Одолеть их в одиночку невероятно сложно. «В первую очередь это помощь необходима тем, кто не имеет ни жилья, не имеет каких-то вопросов социального благополучия и так далее. Утеряны, может быть, связи социальные с родственниками, близкими, знакомыми. И Валерий Васильевич оказывает помощь не только в первоначальном размещении, не только в организации питания на первых порах, но и оказывает и юридическую помощь, и вопросы трудоустройства». Сегодня одна из задач УФСИН состоит в том, чтобы бывшие осужденные больше никогда не оказались в конфликте с законом. Сотрудникам не безразлично, как сложится судьба человека после освобождения. И это на самом деле непросто. Часто люди оказываются в ситуации, когда не хватает даже самого простого – одежды и обуви, место для ночлега, еды и средств существованию. Тогда на выручку приходит организация «Улица». С 2005 года юрист Валерий Бабурин помогает бездомным, тем, кому живется крайне непросто. Говорит, многие бывшие осужденные действительно хотят вернуться к полноценной, нормальной жизни. И протянуть таким людям руку помощи очень важно. «С освободившимися надо сказать, что работать легче и приятнее, потому что у них есть, у многих есть внутреннее желание, есть у некоторых переосмысление своей жизни после определенного количества времени, проведенного в местах лишения свободы». Нередко такое переосмысление жизни заставляет человека бороться за свое будущее. В оттверждении тому пример Егора. Он просит не показывать лица, но делится, как тревожно и непросто было ему вернуться в большой мир. В общей сложности в местах лишения свободы он провел более 20 лет своей жизни. Решил, что больше туда не вернется. Знакомые посоветовали обратиться к Валерию Бабурину. За эти годы Егор нашел любовь, вновь обрел семью, старается заботиться о сыновьях и внуках. Говорит, помощь, которую получил от организации «Улица», бесценна. Он смог почувствовать, что его не бросили, и сам он не бессилен перед жизнью. А это значит, что с каждым днем его решение одолеть всежизненные трудности все крепче. И жизнь строится не вопреки, а благодаря. Инина Морозова и Павел Третьяков, ТВ21+. Воздушные змеи в небе и цветные паруса на ледяной глади. В Заполярье в рамках праздника Севера проходят соревнования по парусным видам спорта – сноукаттингу и виндсерфингу. Около 150 спортсменов из разных уголков России прибыли в Мурманскую область посоревноваться в умении ловить ветер. С подробностями Евгения Гречуха. Любители экстрима и мастера ловить попутный ветер собрались на территории яхт-клуба Мурманского морского торгового порта для того, чтобы торжественно открыть чемпионат России по парусному спорту в дисциплинах сноукаттинг и виндсерфинг в рамках 87-го традиционного праздника Севера. В Мурманском морском торговом порту уже не одно десятилетие функционирует яхт-клуб, на базе которого и работники, и гости нашего яхт-клуба имеют возможность проводить время и заниматься активным образом жизни парусным спортом. И это и виндсерфинг, это и яхтинг, и другие водные виды спорта. Для нас вообще всегда большая честь принимать спортсменов со всех регионов нашей страны. Особенно в парусном спорте, спорте красивом, сноукайтинг, который заряжает энергию, тянет, притягивает молодых, сильных спортсменов к нам. Для того, чтобы управлять этими огромными воздушными змеями, спортсмену нужно крепко упираться в лед лыжами или сноубордом, а двигаться с помощью порывов ветра, которые ловит кайт. Полетать со сноукайтом в Мурманской области можно не только на этой площадке. Например, остальные дни соревнований будут проходить в Териберке. И для этого сюда прилетели участники со всей страны. Например, из Самары, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и не только. Москвич Антон Черкашин познакомился со сноукайтом в детстве. Любовь к парусному спорту ему привил старший брат. В Заполярье не в первый раз. Говорит, северная природа будто создана для этого вида спорта. Чувство свободы. То есть ты там не зависишь от бензина, там от лошади. Берешь, там кайт накачал и двигаешься куда хочешь. Зимой мне очень нравится включить музыку и вот по белоснежной тундре вашей, куда глаза глядят поехать через сопки, через речки. Свобода. Ну и каждый год стараюсь приехать в Мурманск. Здесь потрясные условия, отличная организация. Вячеслав Мальцев занимается виндсерфингом с 85-го. Активно принимает участие в соревнованиях и надеется, что молодежь продолжит приобщаться к этому эффектному и увлекательному спорту. Вспоминая детство, когда идешь по льду и дует ветер, начинаешь открывать свое пальто, и она начинает двигать. Вспоминание детства осталось, но пальто не самый лучший способ двигаться, поэтому мы придумали хорошие бруса. Здесь много молодежи из Петербурга, Архангельска и других городов, поэтому дело идет. Церемония закрытия соревнований пройдет 25 марта. Тогда же станут известны имена победителей, а все призеры получат медали и дипломы Всероссийской Федерации парусного спорта. Евгения Гречуха, Татьяна Лежняк, ТВ21+. Эти и другие новости доступны на нашем сайте www.tv21.ru и на нашем YouTube-канале. Телефон редакции для ваших новостей 400-870. Не забывайте про Viber и WhatsApp и подписывайтесь на наш Telegram-канал. Далее вас ждет прогноз погоды. В Кандалакше сегодня около нуля, без осадков. В Умбе также около нуля, снежно. В Полярных Зорях 0, минус 2, осадки. В Апатитах до минус 2, снег. В Кировске минус 1, минус 3, снежно. В Кавдоре минус 1, минус 3, без осадков. В Манчегорске до минус 2, снег. В Лавозере минус 1, минус 3, осадки. В Оленигорске до минус 2, снег. В Никеле сегодня 0, минус 2, осадки. В Заполярном до минус 2, снежно. В Североморске 0, минус 2, осадки. В Мурманске до минус 2, снег. Это были все новости к этому часу. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова